Михаил Дмитриевич, приезд такой фигуры во Владимир всегда знаковое событие, разные домыслы ходят вокруг вашего приезда, многие понимают, что здесь, наверное, политические есть моменты, но в то же время приятно нам, что Владимир стал одним из первых городов, где вот прошла такая презентация ее мобиля. В связи с этим вопрос первый, есть ли перспективы, что Владимир и ее мобиль, они пойдут параллельным курсом и когда-нибудь, может быть, мы будем делать запчасти для ее мобиля или вообще выпускать ее мобили при учете, что какая-то база автопромовская у нас есть? Я прежде всего хочу сказать, что на Владимирскую землю мы привезли ее мобиль, это первый город, который в рамках нашего европейского турне, потому что очень много было людей из Владимира, которые записались на ее мобиль, поэтому это все не случайно. Тем более мы хорошо знаем, что Владимирская земля всегда была базой для автопрома и, конечно же, имея такие предприятия на территории Владимирской области, это и в Владимире есть такие предприятия, и, конечно, есть в Киржачах и Вязниках, да, поэтому мы это все понимаем, есть потенциал, есть человеческий потенциал и если будут власть и бизнес заинтересованы в развитии автомобильного холдинга дальше, как то и производство компонентов для ее мобиля, а может быть, собственно говоря, и производство самого автомобиля. Это все зависит уже от власти, от бизнеса. В конце 2014-го, начале 2015-го года мы запустим первое предприятие, это будет порядка 40 тысяч, машины поступят в продажу, и вот тогда мы уже начнем искать партнеров по всей стране. Вы во Владимире не в первый раз, вот какие ассоциации у вас с нашим городом возникают, и как вы считаете, наш регион должен вот двигаться в развитии, по какому направлению? На Москву ориентироваться, как Калуга, да, и там чуть ли не к Москве присоединяться, да, вот, или как вот нам нужно развивать, что нам нужно развивать? В первую очередь у меня с Владимиром и Суздалью это воспоминание детства. Дело в том, что я больше двух лет своей жизни я провел в пионерском лагере. А в каком месте себя? Восток-6 назывался, это 113-й километр, это две остановки, не наезжая Петушков. Это Петушинский район, поэтому мы каждый год, каждую смену вернее, ездили либо во Владимир, либо в Суздаль. Поэтому у меня такое очень яркое воспоминание детства, я помню и исторические памятники. Вот единственное, единственных день не были, это вот в Боголюбове. Я хочу в следующий приезд обязательно заехать, посмотреть как раз церковь на Нерле, мне очень интересно посмотреть. Например, если посмотреть конкурентные преимущества Калуги и Владимирской области, вот при прочих равных условиях, Владимирская область на голову имеет большее преимущество, особенно с учетом той культурной истории, которая здесь есть. От, в некотором смысле, уникального музея, комплекса для исторических дат, но не забывайте, что именно в Александрове Иван Грозный убил своего сына. Это же гигантская история страны. И тем не менее, когда Volkswagen выбирает, куда приходить, он выбирает Калугу. Это как раз говорит о том, что должны прийти к управлению областью люди, которые не только красиво говорят, а те, у которых есть опыт управления конкретными территориями. Это имеет гигантское значение. Поэтому вот там, где приходят к власти губернаторы, которые имеют этот опыт управления, то тогда регион начинает бурно развиваться. Там, где приходят люди, которые в основном языком говорят, как я уже говорил, харизму на хлеб не намажешь. И когда никогда он ничем не управлял, ну обычно такие регионы ждут провала. Такой вопрос политического характера. Вот многие заметили, что вы в регионах стараетесь опереться как бы на людей, хозяйственников, и найти именно человека приросшего к региону. Вообще я считаю, что нормальная современная политика – это политика объединения элит. Вот вы заметили, что все спойлерские партии обычно ставят паровоза, которые сидят в Москве. Ну о чем это говорит? Это означает о том, что партии нет. Есть один яркий человек, несомненно выдающийся, талантливый, но это же не партия, это же не политическая сила. Мы так делать не будем, у нас нет паровоза. Не случайно совершенно, но когда изучали вопрос, мы изучаем людей молодых, эффективных, амбициозных. Не случайно мы видели Александра Филиппова. Здесь вырос, родился, семья здесь, корни его здесь, любят и знают свою землю. Потому что политика, еще раз подчеркну, это объединение элит. И мы ищем людей, которые способны элиты объединить. Поэтому, естественно, когда собираешь сильных ребят, многие помогают, боятся быть в публичной плоскости. Мы прожих прекрасно понимаем. Они боятся за семьи, боятся за свой бизнес, боятся за свою репутацию. Возможно, они тоже не хотят пострадать. Но есть люди, которые не боятся. Я очень благодарен Александру, что он не боится, он не сломался. Он, наоборот, уверенно движется вперед. И вот за такими ребятами реально будущее. Допустим, губернатором становится представитель гражданской платформы. Вот это будет на пользу регионов. Вот какие будут плюсы и минусы для региона в случае, если губернатором станет человек прогрессивных таких вот взглядов? Мне кажется, это будет пример для всей страны. Во-первых, не забывайте, что очень хорошо, что губернаторские выборы происходят вместе с выборами в законодательное собрание. То есть приход новых людей и в исполнительную, и в законодательную власть может показать всей стране, какая модель может быть. Поэтому это могло быть примером, с которого начнется реальное провяжение новой политической элиты в большую российскую политику. Не могу не спросить. У нас область спортивная, и вас многие все-таки ассоциируют с человеком, который близок к спорту, который любит спорт, и который вкладывает деньги в спорт. Понятно, что вам ближе, наверное, биатлон, как руководителю, да, федерации. У нас ведь биатлонисты знаменитые есть, да, и Паша Ростовцев, это наш воспитанник, и Слепов, которого из Лыжи подхватили. Но у нас, наверное, вам будет это дико, биатлонисты. Биатлонисты ездят на лыжах отдельно, а стреляют отдельно в тире. То есть у нас нет такого, чтобы он на лыжах мог приехать и на стрельбище пострелять. Хотя проект в Масленке существует, и нам там даже Кубок Европы к 12-му году обещали. У нас есть очень понятная программа, что если местная власть поддерживает развитие биатлона, мы занимаемся софинансированием. Но мы не можем, будучи общественной организацией, заменить собой власть. Поэтому если власть умная, думает о развитии спорта и находит возможность и время, и средства развивать биатлон, мы готовы подставить плечо. Если власть неэффективная, не хочет заниматься, мы сможем помочь детским спортивным школам. Я это делаю за личные средства. И также мы сможем помочь ярким спортсменам. Наверное, последний вопрос. Когда ждать следующего визита? Не все сегодня знали про ваш визит, не все успели с вами познакомиться, не все успели прокатить своего ребенка на ее мобиле. Стоит ли вас ждать еще у Владимира? Слушайте, я же здесь два года прожил практически. Поэтому почти можно считать, что жить в Владимирской области. Уж помимо... Больше прожил я лично, чем сейчас исполняющий обязанности губернатора. Поэтому у меня здесь серьезное преимущество есть. Я, конечно, сейчас занимаюсь политикой и, конечно, буду в основном приезжать, связанное с политическими делами. Это совершенно очевидно. Поэтому, возможно, уже в этот избирательный цикл я еще раз приеду. Спасибо вам большое за интервью.